Минпросвет потребовал от руководства учебных заведений экономить на отоплении. Вопрос обсудили на заседании правительства после того, как Башкан Гагаузии Ирина Влах заявила, что требование изложено весьма туманно. Это замечание возмутило членов Кабмина. Главе автономии просто напомнили, что в стране энергокризис. О том, что школы и детсады получили указ экономить на отоплении, сообщила Башкан Гагаузии Ирина Влах. Она просила членов правительства объяснить директорам образовательных учреждений, когда и на сколько они должны отключать обогрев зданий. Представьте себя на месте любого директора школы, который получил ваше распоряжение, как должен поступить данный руководитель учреждения, который отвечает в первую очередь за образовательный процесс, который получает напрямую специальные трансферты на финансирование данного учреждения, в бюджете которого предусмотрена цена на газ до повышения. Мы практически издали это распоряжение, но не объяснили руководителям учреждений, как мы видим экономию. И, по сути дела, мы предлагаем экономить на здоровье наших детей. Глава Минпросвета признал, что подписал приказ, но сослался на решение комиссии по ЧС от 11 января, в котором рекомендуется экономить энергоресурсы. Говорит, есть кризис или нет его, учебные заведения должны рационально тратить общественные деньги. Глава Минпросвета признал «Кризис» «Разумные действия, которые понятны, наверное, любому руководителю, директор школы, по-моему, тоже является разумным человеком, который понимает, что повысились цены, мы являемся в кризисе. Если можно вечером или в субботу-воскресеньем немножко понизить температуру, то это стоит делать. Если нет, если нет такой возможности, то тогда нету». Той же позиции придерживается и глава Минфина. Дмитрий Будянский добавил, что содержать образовательные учреждения должны не центральные, а местные власти. Дмитрий Будянский, глава Минфина, глава Минфина, глава Минфина, глава Минфина, глава Минфина. А министра окружающей среды и вовсе считает, что экономить следует ради будущих поколений. За декабрь многие школы и детсады получили счета вдвое, а то и втрое превышающие платежки за аналогичный период прошлого года.